ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Восемь часов сорок минут, понедельник, шестнадцатое июля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Русская служба новостей. Елизавета Мазина, ведущая программы, здравствуйте, Елизавета. Доброе утро. Так, а вы что, МКАД еле тащится от Ленинградки до Красногорска, ехать можно, говорит Крачковский. У вас что, сегодня новый сотрудник, это не новый сотрудник, это Елизавета Мазина, это которая Джульетта Мазина. Джульетта Мазина, она была в октябре прошлого года, вы помните, вот и вновь она. Джульетта просто очень занята, она занята научной деятельностью и время от времени приходит к нам, чтобы разнообразить собственный быт. Да? И ваш тоже. Да, 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 да. Ну, слушайте, значит, очень плохо въезжает, очень плохо въезжает Киевка, простите, Калушка, простите, Калушка. Калушка у газопровода какая-то авария, а перед этим еще в Макарове авария, перед этим еще при повороте на Летово авария, а перед этим еще одна авария, не доезжая поворота на Летово. Итого 4 аварии, Калушка стоит и плохо-плохо-плохо, до газопровода, потом ничего так. Значит, еще Новая Рига и ДТП на кругу Красногорском или что-то в этом роде, но стоит Новая Рига, стоят Химки на въезд, и на въезд у нас М4 страдает, потеет, никак не едет. Варшавка тоже на въезд проблемная, но недолго, там небольшой красный участок. Вот так, и еще Ленинградка внутри города, и еще Тульская, там ДТП, не доезжая с железной дороги, вот где переезд через железную дорогу, или по-моему там путепровод над Тульской. В общем, здесь, не доезжая этого участка, есть ДТП. Все остальное неплохо чешет, третья транспортная идет, садовая идет, все нормально, народ туда еще не доехал. Минка перед лесным городком останавливается, говорит 93-й. Рок-бородачи в Москве, Зизи Топ, Хатабыч, Хатабыч. Слушайте, хотите музыку, вот Хатабыч, но я потом не найду, я не найду потом способа вам ввельтить эту музыку, но это шухер. Ко мне сейчас пришел Вадик из русских перцев, из русского радио, и меня угостил музыкой. Я знаю, что в будни нельзя, но такие будни как бы летние, может быть, знаете, угостил меня музыкой Вадик из русских перцев. И я просто сейчас хохотал, и вот пришел хохоча в студию. Конечно, это полный улет. Послушайте, это Лубнин, который поет про Лубнин, это питерский андеграунд, который поет песенку «Валерик» известную. Вы знаете песенку «Валерик»? Я слышала, да. Ну, это просто так приятно. Наносите утро с хорошей песенки, которая рассказывает, как прекрасна эта жизнь. Как прекрасна жизнь, товарищи. А ну-ка сядь, послушай мать свою уставшую, Валерик. Отец твой денег нам не шнет уже который год, не шнет Валерик. Нам не хватает ни на чипсы, ни на чупа-чупс, нам больше не увидит чипы-дейлз. Наш телевизм выигран мутными гостями. Валерик, иди воруй, Валерик, иди торгуй шурупами, Валерик. Любой, входи и выходи, А все по милости твоей, Замки милиции я ломал. Тебе четырнадцати нет, А ты уже вовсю дымишь, Лежишь с лиловой девкой на полу, И вам все мало. Умру квартиру, отберу, и ты останешься один, Совсем один, хромой, ничей, Без документов и ключей. Валерик, ты посмотри, стакан единственный разбит, Матрас прожжен, голодный кот и лампа не горит. Валерик, труба Валерик. Вот такая вещь. Да, больше слов не будет, да? Да, чудесно, как раз для понедельника. Нет, ну хорошо заряжает вообще. Я прослушал ее два раза здесь у себя. И вы еще живы. И с такой потрясающей улыбкой пришел, что, ну, правда, мне кажется, что это очень... Прекрасная дама, похожая на лошадь, я не нашел песню. Прекрасная дама, похожая на лошадь, это, оказывается, вот сейчас Ким Чен Ын, нынешний диктатор Северной Кореи, ходит с женщиной красивой. И все, загадка, загадка, что это за дама. И говорят, 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 что это будто бы он ходит с выдающейся певицей, которую он как будто взял в жены, выдающаяся певица северокорейская, которую он будто бы взял в жены, и она исполняла мегахиты, местные мегахиты корейские. Это мы, партийные кадры, один мегахит. Отличный. А второй называется прекрасная дама, похожая на лошадь. Вот. Ну, в смысле, наверняка... Я выхожу на первую ссылку, которая есть. И вот, когда вы говорите, прекрасная дама, похожая на лошадь, в статье Ким Чен Ын сопутствует почему-то, я не знаю почему, фото небезызвестной телеведущей Ксении Собчак. Почему-то, почему-то, как попутная реклама, при словах прекрасная дама, похожая на лошадь, справа появляется реклама Константина Рыкова, Константин Рыков, Ксения Собчак и Apple, Macintosh. А, еще, простите, еще, простите, этот самый, МММ-2000, Мавроди. При слове лошадь, почему-то Константин Рыков, Мавроди и Собчак, как контекстная реклама, вываливаются справа, сбоку. Ужасно, интересно, правда же? Ну вот. Скорее ужасно, чем интересно. Да, да, да. Слушай, значит, давай вернемся к серьезным, к серьезным каким-то совсем делам. Давайте, давайте. К Крымску. Крымск. Значит, переговоры властей восстанавливают. Я хотел узнать, уточнить у наших слушателей, кто работает в организациях, таких вот, как бы, следственных органах, в органах дознания. Сейчас СК, СК, Следственный комитет, начал проверку телефонных звонков чиновников, которые они проводили вот перед наводнением. Когда началось предупреждение, первое пришло, и потом они всю ночь там переговаривались через членные службы. Да, чтобы выяснить степень их нелепости и идиотизма, СК начинает восстанавливать разговоры. А что, они хранятся, все разговоры? Или только контакты, ну, вот, например, вот, распечатка, что дает? Значит, кому звонил продолжительность разговора, продолжительность, ну, допустим, разговор продолжался 58 секунд. Ну, что-то типа, как вот пишется на телефоне, да? Сам текст разве хранится? Разве намагниченная запись, это или не намагниченная, цифровая запись, она где-то хранится? Или нет? 788-1070, скажите мне, пожалуйста, что они восстановят? Что можно восстановить по записям у операторов? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Александр, зовут, значит, есть, ну, ряд людей, которые в любом случае находятся на прослушке. То есть, которые пишутся по-любому на жестком диске есть? Да. Скажите, это может касаться оперативных служб города? Да. Да, то есть, вот этих можно восстановить. Что они друг другу говорили? Например, дуй к тете Мане, спасай там... Тащили семьи. Да, да, да. Или наоборот, давайте спасать народ. Как-то туда, да? Тащили семьи. Семьи? Да. Прятали свои семьи. Свои семьи, да? Да, 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 да. Спасибо. И это будет восстановлено теперь, что они прятали свои семьи. 788-1070. Значит, если они звонили семьям и говорили там... Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий, Москва. Да, Юрий. На этот разговор они не хранятся, только время звонка, от кого и куда. Да, ну вот, а что вы скажете, предыдущий слушатель сказал, что некоторые, во всяком случае, оперативные службы города, точно пишутся на жесткий диск? Пишутся только те, по лицам, которые проходят, к примеру, по материалам, которые ставились на прослушку. Понятно. Только те, кто по материалам какого-то дела был подшит как бы к прослушке, да. Да, да, да. Никаких материалов нет, не хватит никакой электронной базы, чтобы всех прослушать. Да, 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 да. Но есть подозрение, что они звонили родственникам, и есть подозрение, что они занимались эвакуацией собственных семей. Ну, мы, получается, если у нас нет информации, собственно, о самих переговорах, значит, мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить вот это. Я могу позвонить кому угодно, проговорить минуту 32, и вы не будете знать, о чем тут был разговор, об эвакуации или о пирожках. В этой связи вспоминается анекдот очень смешной, который мне рассказали в Минске. Так. Еврейский. Ну, таки, да. Ну, таки рассказали евреи. Таки, расскажите нам. Ну, расскажу, нет проблем. Слушайте, там как было. Значит, когда началась война, и Абрам кричит, война, 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 что такое? А Иванова спрашивает, а что ты так беспокоишься? А тот говорит, война началась, Иван. Надо теперь быстро эвакуировать лавку. Быстро сделать так, чтобы взять в долг у дяди Абрама, чтобы не отдавать, потому что война им можно не отдавать. Надо быстро эвакуировать товар. Тут надо сказать, чтобы не привозили товар, а везли уже туда, где я буду теперь в эвакуации. Еще что-то, еще что-то. Иван говорит, слушай, такое хлопотное дело война, а что же мне делать? Тебе, друг, что делать? Взял винтовку, иди умирать. Нет, какая-то хорошая анекдота. Мне его рассказывают, кстати говоря, второй раз уже рассказывает еврейская общественность Минска. Но и каждый раз по-новому, и всякий раз смешно. Да, так вот может быть, что власти Крымска занимались эвакуацией собственных семей, и это будет известно. Через некоторое время Следственный комитет начал расследовать их звонки. 8.52. Погнали, реклама, транспорт, потом новости. И после новостей вернемся к Крымску. Русская служба новостей. В движении. Слушайте, Сергей Собянин уволил главу управы Останкинского района Максима Максимова, который подкупал, как будто бы, как утверждает следствие, свидетелей, которые свидетельствовали против его заместителей. В общем, там какая-то шарашка, я чувствую. Я себя подозревал Останкина. Они облучены башней. И там жидкий азот используется на Останкинском мясном комбинате для замораживания. Все, я вот чувствовал, что там что-нибудь будет. Для замораживания мозга. Чего-нибудь такое там обязательно будет. Да, да, да. Посмотрите, пожалуйста. Да, что? У нас вопрос с сайта РСН от пользователя Александра. Все тексты хранятся. Мало того, говорит Александр. Один чел из служб сказал мне, что можно любой разговор любого человека по любому номеру в любое время, начиная с 2006 года, можно восстановить 100%. Говорит Александр, который считает, что все это хранится на дисках в сжатом состоянии. Я, честно говоря, думаю, что звук хранить легче, существенно легче, чем видео. Безусловно. Просто на порядок меньше по объему. Поэтому, может быть, это и делается. Может быть, это и делается. Слушайте, значит, Новая Рига окончательно остановилась, потому что ДТП, ДТП, ДТП. Три ДТП было одно, теперь три. И по-прежнему стоит перед газопроводом Калушка. Очень плохая Калушка у нас. А что у нас еще плохого? А плохого-то мало чего. Вот от Медвежьих озер до Москвы стоит щелчок. И Балашиха плохая, как обычно. Скверная, конечно, Новая Рязанка. И плохо очень въезжает М4. Остальное так себе. Хило как-то... Хило ползет. Сколько баллов? Четыре балла. Нормально, народ. Радуйтесь. Радуйтесь. Вячеслав Петров, спорт. ПЕСНЯ СЕРŽА СЕРŽА СЕРИТ ВРЕНА РАЙ РАЙ Девять часов четыре минуты, понедельник, 16 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это Русская служба новостей! Елизавета Мазина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Елизавета! Доброе утро! Поехали, прочитаем смс. Наш смс, вы знаете, плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль, сто один, сто семь и ноль, по девятьсот двадцать пятому коду. Слушатели Александра обманулись, здесь разговор абонентов не ведется, записи нет, но некоторые операторы сохраняют тексты смс. Это пишет сто восемнадцатый. Преображенская площадь, не работает светофор, предупреждает пятьсот двадцать второй. Еще, у вас, секундочку, на третьем транспортном кольце в районе Ленинского у Нивы отлетело колесо, небольшая пробочка, это сто одиннадцатый. В электроуглях, электроуглях, это перед электросталью. На светофоре честный принципиальный инспектор, аккуратнее, носовиха едет, но на Вишняковском переезде засада. Юра таксист предупреждает, что на Вишняковском переезде засада. Засада, Юра, это значит плохо едет или засада, это значит гайцы стоят? Ага, так, еще, еще, еще. Где найти песню «Валерик»? Наберите, пожалуйста, «Валерик». Как этого автора-исполнителя-то? Так, ЛУЛУ, ЛУБНИН. Только что? Лубнин. Лубнин, Лубнин, почему я говорю? Говорю, Лубнин, по-моему. Валерик. Художник питерский. Рик, Валерик. Если бы яить Вадику. Сейчас, Валерик. Ну почему вы не можете набрать Валерик? Лубнин. Вы наберите Лубнин, Лубнин. Автор Лубнин. Лубнин, это художник. Берите, Валерик, Лубнин, Лубнин, но это имя автора. И вам выскочит целая куча МП-3-шек с песней Валерик, роскошный питерский андеграунд, как вы знаете. Слушайте, я хотел порассуждать о визите Водяновой. В Крымск приехала Водянова. Она приехала и ходила там вся красивая. Кстати говоря, а где по Вики? Не можешь посмотреть, где она родилась? Нижний Новгород, 28 февраля 1982 года. 1982 года? Да. Это значит, что ей уже 30. Да. Ну, ничего еще. 30 нормально еще. Да, отлично. Шикарно. Да, шикарно 30, я считаю. Ну вот, уже умная и еще, так сказать, еще упругая. А, в смысле, ну красивая сразу, она с рождения красивая. Я говорю, умная в 30 лет женщина, уже умная, но еще упругая. Вот в чем главное. Главное же упругость. Ну вот, слушай, значит, Водянова. Она обнаженные сердца. Нейкед, хор, 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 нейкед хор, да, или как? Ньют хор, нейкед. Нейкед, наверное. Нейкед. Нейкед хор, сейчас посмотрим. Или, ну не знаю. В общем, в смысле. Значит, вот такие сердца. Она приехала в Крымск. И я при этом сразу вспомнил принцессу Диану. Вот первое, что я вспомнил, когда Водянова, значит, приехала в Крымск, я вспомнил принцессу Диану. И я вспомнил, что это за хрень с этой вот помощью принцесс. На самом деле, это понты. Почему? Я объясню. Потому что приезд Водяновой снимает тучи фотографов. Приезд Водяновой надо обеспечивать с точки зрения безопасности. Приезд Водяновой надо обеспечивать с точки зрения безопасности ее на улицах. То есть, это шухер. Понятно, да? Это шухер. Это большое гламурное происшествие. Вот, когда люди потеют там без воды, без электричества, какой-то кошмар, закрывают радиостанцию, наши коллеги там мучаются, не закрывают, а чтят препятствия радиостанции, у нее нет электричества. Посреди всего этого бедлама ходит цаца, ходит цаца, которая, нахрен бы она там была нужна, которую нужно обеспечивать, ты понимаешь, нет? Ну вот Наталья Водянова и принцесса Диана, две цацы, значит, та ходила, покойница, по поводу противопехотных мин. Ты знаешь, да, Диана чем занималась? Да, да. Диана занималась противопехотными минами. Значит, ну не хрен собачий, ну вот скажи, пожалуйста, она, значит, принцесса. Она куда-нибудь приезжает опять. Безопасность. Дурка полная. Какие противопехотные мины хоть раз извлекла принцесса Диана? Да ни разу. Сергей, ну вы просто как Владимир Жириновский. Нет. Владимир Жириновский как я. Владимир Жириновский как я. Да, 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 вот Владимир Жириновский, конечно, как вы, говорит, что... Ну и что, вслед за мной, я бы даже сказал. Ну, слушай, что он сказал? А он говорит, что такие вот топ-модели, как Наталья Водянова, прилетают из заморских столиц, покрутили бедра, мы повертели и обратно в столицу Европы. Вы считаете, вот давайте поспорим, давайте поспорим, давайте, а вы считаете, а вы как считаете? Вы, Елизавета, да, давайте. Лично я считаю, что Наташа молодец. Я считаю, что она показывает пример, что даже топ-модель, вся из себя зазвездившаяся, и я не знаю, сколько популярная, вполне может быть простым в душе, душевным, нормальным человеком, понимаешь? Вот смотри, я буду... Она не погнушалась, она поехала в Крымск. Не погнушалась. Ах, маньча. А кто еще поехал? А кто еще поехал? А подожди, 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 я тебе, я тебе просто другой пример. Я сижу, например, я в Крымске, например, я Крымск. Например, у меня по колено, по щиколотку грязи, у меня люди больные, отравление уже пошло, понимаешь, пошло отравление. У меня там с дизентерией 50 человек. И еще мне надо цацу принимать. Мне, значит, надо думать, где мне взять, я целыми днями на телефонах. Я не могу не заметить Водянову, я должен замечать. Значит, вот посреди этого всего дизентерия, жижа кругом, с детьми проблема, с этими проблемами, со всеми проблема, мне еще цаца на голову сваливается. Господи, что бы ее растерзали кто-то. Пошла бы она в жопу. Понимаешь, ну как мне... Ну ты понимаешь, что я не спал двое суток, например. Сколько ты... Я тебе еще раз. Я много дней не спал. Например, да, например, я говорю. Я много дней, например, руководил сложными видами деятельности. Притом абсолютно критичными. Потому что, понятно, да, два дня без воды, животные не убраны, дохлые кошки валяются. Значит, мне все это надо срочно делать. Я чувствую, что у меня может тут тиф начаться. Тиф может начаться на улицах. Тиф. Нет, приезжай цаца, чтоб ты сдохла. Сергей, я вам можно возражу? Что? Ну да, возражу. Нет, давай сразу подключаем слушателей. Я хочу слушать. Подключим слушателей. Значит, вы же... Вот когда такие звездные визиты гламурчика происходят в горячей точке, в горячей с точки зрения, понятно, да? Как Крымск. Вы это приветствуете, потому что тренд правильный. Она по существу все равно определяет тренд милосердия. И это охренительно. 916-55-81. А 916-55-81. Или это абсолютно разрушительно влияет, потому что нужно цацу принимать. Цаца принимать, значит, прекращать работать. Начинается прием цацы. Начинается прием ее фотографов. Целость своры фотографов. Целость своры операторов. Целость своры. Пожалуйста, сейчас принцесса подарит конфету. Хренову. Я тебе объясню. Она 17 июля едет туда снова. Знаешь для чего? Чтобы подарить палатку. Сраную палатку, которая никому там не нужна вдобавок. Она подарит палатку. И это будет целый приезд. Все станут на уши. Все станут на уши. Все. Значит, она приедет и подарит палатку. И еще даст пряник. Ну, это нахрен на целый день выбьет всю администрацию. Понятно, да? Сергей. Это нахрен на целый день выбьет всю администрацию. Сопровождение. Гаит. Тут. Едет Водянова. Чтоб ты сдохла. Так, вот она. Где она будет спать? Черт ее знает. Вот дура-то, а. А что она дарит? Палаточку подарит. Хорошо. Я считаю, что если вы находитесь в Крымске, вокруг плохо, вокруг все ужасно, проблемы. Да-да-да-да-да-да. 916-5582 я подсказываю. Позвоните. 916-5582. То приезд Натальи Водяновой. Я манипулирую голосованием. Я манипулирую голосованием. Все. Через минуту. Да, я всех подсказываю всем. Позвоните. 916-5582. А президент Натальи Водяновой это хорошо. Окей. За Водянову, за ее приезд, который определяет правильные тренды и милосердие. 916-5581. Хрен там ничего хорошего. Приезжает цаца пофотографироваться. Дарит пряник и уезжает. Но только на целый день выбивает всю администрацию из работы. 916-5582. Через минуту скажу вам результат. Подъем. Сергеем. Даренко. На РСМ. Так, поехали. Слушай, быстро скажу. Результаты голосования не скажу пока. Скажу хорошо. 28-80% за Водян. 28-6%. Подождите, еще голосуйте. Еще голосуйте секунду. Так. Преображенская площадь не работает светофор. Это я уже говорил. А за высказывание снов могут привлечь, как за клевету, говорит Алкида из Пензы. Ну, нужно какие-то благонравные сны, чтобы снились. Какие-то благонравные. Благонравные. Мне интересно делиться, Сергей. Да. Кому интересно. Классик. 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 Слышница должна. Они ничего не такое. Так. А, значит, смотрите. Тут все стоит. В том-то и засада, говорит Юрий, таксист. А я уже забыл, Юр, где стоит. Ну, неважно. Значит, Юра едет просто из электроуглей. И там где-то что-то стоит. Трасса Дон стоит за три километра до Михневского поста в сторону Москвы. Она же благотворительностью занимается по жизни, говорит Сергей Заденцова. Да. Президент спустя неделю высказал высказанную вами, а не местным губерам, просьбу дать людей армию. С уважением, Алексей, очевидец крушения, я думаю, это Невский экспресс. А нет, крушения Нахимова в Новороссийске в 85-м году. Так. Да-да, я говорил о том, что армия должна была, армия должна была подключена мгновенно. Мгновенно. Потому что там была проблема именно в личном составе. В нехватке. В нехватке людей. И, конечно, армия должна была быть подключена мгновенно просто. Но этого не было сделано мгновенно. Нет. Ну, такая Водянова. И так далее очень много. И наоборот, что Водянова хороший, отца Цокобзон приезжал в Афганистан, как дурак, говорит, алкит. Шевчук в Чечне пел. Шевчук пел в Чечне. Может, она тысячу палаток привезет. Не можешь помочь, хотя бы не мешай. Водянова вон из Крымска пишет 68-й, гневный, а другие говорят, что она привезла. А 68-й сам в Крымске, интересно, находится. А 68-й здесь он где-то находится. Ну, судя по всему, он может только писать. А Наталья приехала поддержать людей, морально хотя бы. Люди не чувствуют себя брошенными. То же самое в Чечне было, когда журналюги приезжали. Выделяли взвод из роты охраны. Вот какой бред. Это неправда. Это неправда. Я не знаю про журналюг. Я ездил, мы ездили на броне с нашими операторами. После чего оставались, вот, оставались просто, так сказать, в закоулке с резервом накапливаем для атаки. И наш БТР, который нас вез к линии боя, вот, где, ну, к месту, где ввелся бой, шел в бой просто. Никак он с нами не оставался, и не надо ерунды говорить. Спросите генерала Бурлакова, значит, с которым мы ездили. Ну, сидели там, ближе к штабу, конечно, а потом ходили, трупы снимали, ну, и так далее. Хорошо. Значит, давайте... Я думала о вас лучше, говорит Тоня. Куда же еще лучше, Татьяна? Куда лучше? Куда лучше? У меня вот так уже нимб светится. Вы что? Да, Наташа, молодец. А? Светит нимб, просто невозможно. Да, да, да. 519 человек, Водянова права и молодец, она утверждает правильный террент, милосердие. 28,4% это очень назидательно, когда такие знаменитые люди делают это, несмотря на то, что это люди гламура. 28,4%. 71,6%, 71,6%. Таким цацам лучше сидеть дома, потому что, когда цаца едет подарить пряник, ради цацы останавливается нахрен работа всей администрации, потому что за ней надо следить, присматривать, ей надо помогать, ей надо дорожки слать. Ей надо, чтобы их девушки в кокошниках встречали с караваем, с хлебом, с солью. Тьфу! Это ужасно. Это отвлекает всех. Это не дает работать по-настоящему, понимаешь? Ну и все. За ней едет группа фотографов. Значит, вот так. 78 и сколько? Я победил. 71, простите. 71,6%. 71,6%. 71,6%. Ну что, все. Да? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Это Ирина. Слушайте, я вот заметила, что Наташа Водянова, наша московская тусовка ужасно ненавидит. Видимо, она с ними не тусуется и всегда порочит. А я вам скажу, почему, почему. Сказать, почему нет, нет. Она не такая, чтобы за ней охранить. Подождите, подождите, за ней куча фотографов, посмотрите. Алло, Ирина. Эй, ку-ку, Ирина, я хотел вам поддакивать. Ирина, куда вы делись? Вас уже боятся, Сергей. Мамочка, Ирина, родненькая, значит, я хотел поддакивать. Московская тусовка, дрянь и тряпка, абсолютно. Знаете, почему ненавидят Водянову отдельно московская тусовка, отдельно от Крымска? Почему, Сергей? Она воплотила мечту русской женщины. Она вышла замуж за лорда. Поймите, она практически воплотила мечту русской женщины, любой русской женщины. Любая русская женщина хочет выйти за иностранца, во-первых. Во-вторых, значит, желательно за принца. Но принцы, но принцы, европейские принцы, а их мало. Понимаешь, есть принц астурийский, ну сколько там принцев, господи, помилуй. В Италии несколько найдется. Да, ну такие, они какие-то бывшие же. Ну такие, да, комнатные, комнатные варианты. Так ты найдешь еще принца румынского какого-нибудь. Нет, 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 до цыган не докатимся. То есть Наташку ненавидят, что она отобрала большой вкусный кусок. Она сделала то, о чем мечтает любая русская женщина. Она вышла замуж за иностранца. Она вышла замуж за лорд, вдобавок. Ну это вторая уже ступень. И теперь она считает, на этом основании надо портить нервы всем, приезжать именно в потоп и именно с группой фотографов, которые будут ее фотографировать, всех ставить на уши. Это, если ты вышла за лордом, мне кажется, это очень правильно. Нет? Ну... Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мадам, сделайте потише радио. Мадам, прошу вас, да, прошу вас. Дело в том, что на самом деле я с вами абсолютно полностью согласна, Сергей. Да, да. Если ты хочешь помочь, пришли представители от себя, от Натальи Водяновой, которая столько не вызовет шумихи, и он будет распоряжаться от ее имени распределять средства. Если есть деньги, конечно. Или надень косынку, не говори, что ты Водянова, просто девчонка 30-летняя. Все. И шуруй там в сапогах. Я летела из Лондона вместе с Натальей Водяновым и лордом Джастоном Портманом из Лондона в Москву. Я хочу сказать, ведь этот лорд, игроман и пьяница, об этом знают все. Весерий, он пил виски. Водянова спала, Весерий. Они же сейчас в разговоре. Нет, ну, если человек спит... Наведи сначала порядок в своей семье. Я вам хочу сказать, что если человек спит, это все-таки... Наведи порядок. Подождите, можно аргументировать. Спаси человека, который тебя... Я, простите, вот я сама вырубилась. Я должен сказать здесь, несмотря на всю мою агрессию против Водяновой, что сон в самолете нельзя признать, нельзя признать дисквалифицирующим пороком. Безусловно. Мой друг, вот, Бронислав Виногродский, например, спит как животное от Москвы до Пекина всякий раз. Спит просто как животное, попавшее в спячку. Значит, и мой, пожалуйста, Раф, у меня еще есть приятель Раф, когда только ему показывают жилет, вот этот спасательный жилет, он при виде... Она поднимает только так руки, где выходы находятся, а он... Он при виде жилета, при виде жилета, он засыпает и спит плотно пять часов подряда. Как только ему показывают жилет, у него сразу такой бум, и все, труп. И дальше спит. Я бы не признавал сам сон в самолете дисквалифицирующим пороком. Нет, это неправильно. А я бы еще вот нашей слушанице сказала, что на самом деле представители это хорошо, но людям приятно понимать, что их поддерживают известные личности, сами. Все, нет, я разоплачивал уже только что. Поехали, поехали, народ, 9.21, реклама, через минуту вернемся. Подъем. 9 часов, 24 минуты, ребята, кто оставлял машины в домодел... Мы вернемся к теме Крымска, мы вернемся к теме волонтерства вообще как такового и закона о волонтерстве, который готовится как будто в 10 часов, я думаю, к тому времени волонтер продерет глазки. Сейчас мы меняем тему. Внимание, это очень важно. Значит, полицейские, полицейские в Домодедове грабили машины, оставленные на стоянке. Кто оставлял машины в Домодедове? Ребят, позвоните, 788-107-0. Я оставлял, например. И как? 788-107-0. Все детали были на месте, когда вы пришли? Да, 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 да. 788-107-0. А? 788-107-0, если вы оставляли машины в Домодедове. В Домодедове, оказывается, автомобили грабили полицейские из Домодедовского отдела. Там, насколько я понимаю, прямо из аэропорта люди грабили. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Меня зовут Татьяна. Я несколько раз оставляла в Дедову машину примерно на неделю. Все было в порядке. Все было в порядке? По 500 рублей по-прежнему там, не помните? Там было 600 рублей в высокий сезон, в новогодние каникулы, было 650. Слушайте, вопрос, вопрос, вопрос. А вы оставляете направо подарочку под путепровод и вот туда, на большую стоянку? Или вы оставляете... на какой стоянке вы оставляете? Я приезжаю в Домодедово и по указателю на долговременную парковку переезжаю в железнодорожную ветку, которая... Да, под ней ныряйте. Под ней, да. Нет, там я на дне проезжаю. Черт. Там переезд, по-моему. Ага. Не помню. В общем, я переезжаю в железную дорогу, доезжаю до Т-образного перекрестка, поворачиваю налево. Налево. Все правильно, все правильно. Я проезжаю чуть дальше и под железной дорогой ныряю. А, там, да, там так тоже. Да, тоже. А еще знаете где? А еще знаете где? У гостиницы, если развернуться, развернуться тупо, и поехать как бы назад, там у гостиницы была, в общем, везде, значит, по 500, там было по 400. То есть, у гостиницы можно поставить, но если есть места. Назад чуть-чуть отъехать. По левой стороне самая первая. Я пла, да. Понимаете, да? Ничего не крали, да? Ну вот послушайте, послушайте. Значит, я оставлял у гостиницы и по-всякому оставлял. А? Дорого все равно очень. Ну, более того, если вы возвращаетесь, у вас нету там колеса или бантера. 20 долларов в сутки за то, что тебя грабят. Сотрудников линейного управления МВД задержали за хищение деталей автомобилей на стоянке аэропорта. Начальника заподозрили в увольнении вот этих воровских кадров задним числом. В полиции столичного аэропорта Домодедово разгорается крупный скандал. Глава подразделения полковник Василий Еремчук и начальник отдела кадров могут лишиться своих должностей за преступление. Они подозреваются, что они полицейского, который попался на краже, уволили задним числом. Оказывается, теперь это нельзя. Это всегда при Нургалиеве делалось. Всегда было можно? Всегда при Нургалиеве делалось. Нургалифт разрешил? Нет, а Колокольцев это запрещает. А Колокольцев это запрещает. Значит, смотрите. Сотрудники службы собственной безопасности задержали по подозрению двоих сотрудников линейного управления МВД Домодедова, которые снимали, затем продавали детали дорогих иномарок. Засекли их на том, что они в основном разували Порше Каен. Порше Каен. Скромняшки, скромняшки. А я объясню, почему. Потому что у Порше Каена очень легко снимается фара. Да? Да, она стоит пятнашку штука. Пятнашку, пятнашку, пятьсот долларов штука. А снимается вот просто, подходишь, снимаешь. С целиком фаром? Да-да, она легко снимается там, просто контакт. А, то есть рвешь контакт и целиком получается деталь? Не-не-не-не, аккуратно, аккуратно. Она снимается просто там, поддеваешь, и она сразу снимается. Ну, то есть мгновенно, мгновенно, мгновенно. Ты же смотрели. Вот, смотрите, это Porsche Cayenne, и зеркала там очень легко снимаются тоже, как-то очень сделано. Сручиваются целиком? Да, значит, вот смотрите, они вместе с женою, 26 лет, который, еще таксист там был, который вывозил детали, он подъезжал, они ему грузили, колеса снимали, фары, значит, зеркала снимали и так далее. Ужина, жена, одна, сатана. Вот это неинтересно, они ставили на колодки, когда снимали колеса, последний раз, когда их взяли, они снимали колеса с Volkswagen, да, они ставили его на колодки как-то интеллигентно, или бросали прямо на пол, или оставляли на домкратах. На брюшке, на брюшке. На домкратах мне всегда было жалко, все равно, мне казалось. А знаете, на кирпичи, как 90-е, когда скручивали, так два кирпичика подкладывали. Если бы я был угонщиком, я бы все-таки домкрат забирал назад в хозяйство. Да, честно, мне и кирпичей жалко было бы, если бы я был угонщиком. Сергей. Да. Что бы вы оставили? Я бы, может быть, на палочках каких-то оставил. Какие палочки выдержат посадки? На дощечках таких, вертикально поставленных, чтобы можно было подойти, как домино уронить сразу его. Бам, и он падает, понятно? Значит, слушайте, но это не очень хорошо, что сами менты грабят домодедовских. У домодедовских ментов чудовищная репутация. Чудовищная репутация. У домодедовских ментов, в принципе, чудовищная репутация. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, Алексей. Я только что приехал с Омска. Да. Прилетел. Машина у меня была в аэропорту. Ну, у вас же Шереметьево в Омске. В Омске вы на чем летали? ЮТР. А, ЮТР, понятно. Вот. Только что привернулся, машину забрал с парковки улицы Туполева, дом 2. Это город домодедово. Да. Ну, то есть, там где-то маршрутку ходит 30-е, вот. Понятно. 40 рублей, то есть, час. Сутки. Сутки, 240. Это конкурирующие парковки, да. Есть такая во Внукове, и там их три, по-моему, во Внукове. Но они всегда забиты. А? Ну, я приехал в 11 вечера, ну, были бы лента. Да. Да, да, так-то нормально по 240. Трое суток нормально, чего? Это все равно дешевле, чем такси, правильно? Лучше иметь под задницей машину. Спасибо. Да, это конкурирующие парковки. Конкурирующие парковки, у них репутация более-менее. А вот у этих парковок, которые при аэропортах, в общем, репутация плохая. Во Внукове на каждом столбе, на такой парковке написано, что администрации на тебя наплевать. На каждом столбе. Вообще ни за что не отвечаем ни секунды, ни разу, да. Вообще все можно грабить. Мне кажется, при такой надписи любой вор должен чувствовать, как призыв, а грабь. А это как всегда, вот в театре, там администрация за оставленные вещи ответственности не не отвечает. 9 часов 30 минут, новости на РСН. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе. Новости. Обзор печати. Доброе утро. В эфире Елизавета Мазина. Обзор печати. Читаем газеты, открываем эксперт общенациональный деловой журнал. И смотрим статью «Железный путь реформы». Реформаторы железнодорожной отрасли планируют добиться конкуренции при осуществлении перевозок. Достичь этой цели можно, лишь построив ряд дублирующих друг друга путей. Состояние железнодорожного транспорта, страдающего от нехватки инфраструктуры и нерациональных перевозок, как говорят журналисты, прямое свидетельство проводимой уже более 10 лет структурной реформы отрасли. Путь, по которому идет реформирование, это акционирование и продажа активов естественной монополии РЖД, созданные в начале реформы на базе Министерства путей сообщения. В настоящее время операторский бизнес полностью выделен на состав РЖД за счет создания ряда влиятельных компаний в этом секторе. И в их уставные капиталы передан почти весь вагонный парк холдинга, что составляет, по данным эксперта, 94%. Общее количество грузовых вагонов в России сейчас более 1,1 миллиона единиц. Оперирует ими 1 миллион 800 тысяч частных компаний. Следующим этапом будет создание на железнодорожной сети локальных перевозчиков. Но пока единственным перевозчиком, которым принадлежат инфраструктура и локомотивный парк, остается РЖД. Ну посмотрим, что из этого выйдет, насколько станет нам лучше от таких перестановок, изменений и реформ. Наша версия пишет про административный ресурс. Игорь Дмитриев, журналист нашей версии, рассказывает, что с 1991 года численность администрации президента увеличилась в полтора раза. А администрацией президента было создано управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Это при том, что за последние годы в Кремлевской администрации появилось полдюжины новых подразделений. По численности аппарата главы государства Россия уже составила практически первое место, оставив далеко позади практически все развитые державы. Неукротимую тягу вип-аппаратчиков к наращиванию своих рядов анализирует, значит, корреспондент нашей версии Игорь Дмитриев. И рассказывает, что в задачи очередного президентского управления будет входить и внедрение механизмов электронной демократии, и взаимодействие с системой «Открытое правительство» экспертным советом правительственной комиссии. Очень интересная, занимательная статья. Рассказывают про то, как стремительно росло количество сотрудников в аппарате. Например, для экс-министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой было создано новое управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазии, Республикой Южная Осетия. А, скажем, Андрей Фурсенко получил в свое распоряжение новое управление президента по научно-образовательной политике целых 15 человек, которое будет принимать участие в разработке концепций общенациональных проектов и президентских программ в сфере науки и образования. Из всего этого складывается впечатление, что все ключевые фигуры Минздрава в соцразвитии перешли в администрацию президента. Их бывшие посты и специализации, например, родовспоможение или имущественный комплекс, в общем, никак не вяжутся с теми властями, в которых им предлагается в дальнейшем работать. Кроме того, отмечает наша версия, что в настоящее время в аппарате работают свыше 1600 человек. Для сравнения, аппарат Белого дома, то есть президента США, насчитывает на штатных должностях всего лишь около 470 сотрудников, а при Афраме Линкольне, в нем, кстати, было всего 4 человека. И ничего, справлялись нормально, никаких проблем не возникало. Но вот, в общем, мы наращиваем, наращиваем, перейдем планеты всей. Открываем коммерсант. Очень интересная статья. Россия направляет посольство в Твиттер. МИД Российской Федерации начинает применять так называемую мягкую силу. Российский МИД активно берется за своение цифровой дипломатии. И на ближайшее время запланировано создание страниц ведомства в Фейсбук и увеличение числа посольских микроблогов в Твиттере. На минувшей неделе МИД РФ запустил первый аккаунт в Ютьюбе. И в целом все это прекрасное производство, я не знаю, даже информационного контента на разных носителях производится в рамках поручения президента Владимира Путина. Он предполагает, что нужно России догнать США, по оценкам экспертов, правда, это вряд ли удастся. Но, тем не менее, он говорит, что нужно наращивать наше присутствие в интернет-пространстве. Задачу превратить цифровую дипломатию в один из инструментов внешней политики перед российским МИДом ставит, собственно, президент РФ. И выступил он с этим на минувшей неделе на совещании послов и постпредов. Владимир Путин подчеркнул, что недостаточно просто прокукарекать что-то один раз. Надо вновь и вновь разъяснять наши позиции на разных платформах и с использованием новых технологий. Пока не дойдет. Будем вбивать в головы через Твиттер, через Фейсбук, через Ютуб и через все возможные и невозможные источники. Это заявление, на самом деле, очень порадовало всех сотрудников Министерства, которые уже давно освоили Твиттер и с тех пор пытаются, ну, правда, по мнению коммерсанта не всегда успешно, но это мнение коммерсанта, убедить коллег последователей. Это полный отстой просто. Это полный отстой. Я имею в виду МИДовцев в Твиттере. Да? Вы читаете? Ты не знаешь МИД? Я знаю МИД. Я знаю МИД. Это единственное ведомство в стране, единственное, нет, не единственное, к сожалению, ведомство в стране, где ты растешь только в том случае, если ты вообще ничего не делаешь. Это единственное ведомство в стране, где наказывают за инициативу. Это не единственное, к сожалению, да. Но это одно из самых характерных таких ведомств, где лучше вообще ничего не делать, тогда ты будешь расти, и на тупости можно сделать карьеру. Это только МИД. Исключительное местечко. Поехали, поехали. Пресса закончилась, да? Подъем. Сергеем Даренко, Нойрусом. Сегодня обалденная заговорческая статья в «Эксперте». Наши слушатели невероятно любят всякие заговоры, всякие таинственные и так далее. Странная история, кто стоит за таинственными отравлениями высших церковных иерархов. Странная история с отравлением наместника Киево-Печерской лавры Владыки Павла. Возможно, не привлекла бы к себе столь пристального внимания, пишет эксперт. Когда бы не несколько других, не менее странных историй, одновременно случившихся с церковными иерархами на Украине и в Белоруссии. В мае митрополит Киевский всей Украины Владимир выписался из больницы после полугодового лечения. И вот он снова госпитализирован. Митрополита Минского и Слуцкого, экзарха всей Белоруссии Филарета, спешно увозят в реанимацию прямо с литургии. Одновременно с пищевыми отравлениями лежат несколько сановников раскольничьей УПЦКП, Украинской Православной Церковь Киевского Патриархата. Давай повод вспомнить о скоропостижной смерти митрополита Андрея Горока. Знающие люди считают, что отравление наиболее типичный способ сведения счетов в среде священнослужителей. Историк Константин Преображенский, много лет исследовавший взаимоотношения внутри Русской Православной Церкви за рубежом, узнает, что таких преступлений было немало. От яда умер протеерей РПЦЗ Лев Лебедев в 1998 году. Было массовое отравление за трапезой епископов зарубежной церкви в 1985 году, которая унесла жизнь митрополита Филарета. И ряд аналогичных происшествий с менее высокопоставленными священнослужителями. Много лет считалось, что Филарета убили агента КГБ. Но дочь епископа поведала, что не задолго до кончины. Владыка узнал, что его обманывают епископы. Они подсовывают ему на подпись липовые финансовые документы на английском. А он не знал английского и подписывал подозрительные бумаги. Волна и так далее. Здесь целая статья огромная, перечисляющая смерти епископов церкви и глав церкви. Христианских не анализируется. Исламские всевозможные конгрегации, а только христианские. И именно православные. Где абсолютно типично убивать людей ядом. Владыка Павел, которого считают наиболее вероятным преемником блаженнейшего Владимира, проходил лечение в одной из больниц Германии. В ходе обследования у него в крови найдена ртуть и мышьяк. И так далее, и так далее. Здесь множество, множество, множество всевозможных случаев описано. Я, честно говоря, не настолько хорошо знаю. В начале июля в больницы нескольких украинских городов попали несколько иерархов Украинской автокефальной церкви. Диагнозы у священников были писаны под копирку. Пищевое отравление. Одновременно все батюшки наелись чего-то несвежего. Все госпитализированные готовились уйти из Киевского патриархата и перейти в Московскую патриархию. И вот как только они вознамерились уйти из Киевского патриархата, они мгновенно попали в больницы с отравлением. И так далее, и так далее, и так далее. Множество, множество подобных вещей. Я не хотел просто обратить ваше внимание. Думаю, что с иерархами церкви мне поговорить об этом не удастся. Впрочем, может быть, кто-то из священничества поговорит с нами. 7-8-8-107-0. Насколько это типично убивать иерархов ядом в православной церкви и в разных других конгрегациях, схожих с православной церковью. Например, там Киевский патриархат, Раскольники и так далее. Насколько это типично, и сегодня анализирует это эксперт, насколько вы подтверждаете такую проблему, как убийство ядом. Никто, конечно, не подтвердит. Никто, конечно, не подтвердит. Батюшки, а вы молчите, батюшки, пока вам тарелочку не поднесут вкусненькую. Или часики. Часики. Часики? Часики. А часики разве... Мышьяк через часики? Нет, нет, нам нужно батюшкам все предлагать, только вот в коробочках бриге. Нет, 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 я имею в виду именно убийство, при чем тут. Алло, здравствуйте, да. Алло, Сергей, ну а я хочу сказать, либо повторяется, либо я такую же статью в нашей версии видел. Вот именно в этих... А сейчас мы спросим Елизавету. Елизавета, это наша версия? Мать, ты меня подставила, это не эксперт. Это наша версия, я прослушала. Ребята, это наша версия. А, это наша версия. Все, Елизавета меня подставила, за что будет проведена дегулация. Дегулация, процедура дегулации. На рекламе, ты можешь пожить с головой еще три минуты, договорились? На рекламе. Это наша версия, спасибо огромное. Это не эксперт, нет. Нет. Слушайте, раз уж мы говорим о вере, и у нас есть еще три минуты. В Бразилии больше миллиона человек приняли участие в марше во имя Иисуса. Более миллиона бразильских христиан, более миллиона прошли по улицам Сан-Паулу. Больше того, эти хождения, вот эти массовые, по миллиону человек, осуществляются с 93-го года, вот уже 19 лет, два десятилетия. Они ходят во имя Иисуса. Огромные толпы стекались через главные проспекты города. Евангельские группы, которые организовали марш, описали его как крупнейшее христианское событие в мире. Да, миллион человек, более миллиона человек проходят по Сан-Паулу. Это действительно превосходит, их превосходит среди млекопитающих только миграция антилоп Гну. Ты знаешь, когда антилопы Гну идут через реку Мара в Кении, из Танзании в Кению поднимаются антилопы Гну. Там, в этом шествии участвует миллион двести тысяч млекопитающих. То есть они не дотянули. Миллион двести тысяч. А в Бразилии христиане, примерно как антилопы Гну, идут числом более миллиона во имя Иисуса. И смысл в том, что они как бы противоставляют себя гей-парадам. Таким образом, если бы не было, обрати внимание, гей-парадов, если бы не было гей-парадов, то не организовались бы христиане. Видишь? Потому что нужно с чем-то бороться, нужно с чем-то, нужно чему-то противостать. То есть объединяемся против общего врага. Ну конечно, ну конечно, ну конечно. Мы способны вывести миллион? Я думаю, мы тоже способны вывести миллион. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Дэн. Да, здравствуйте, Дэн. Значит, я православный священник. Да. Вот, и я бы хотел сказать как бы свое слово по поводу... Только я снова воспользуюсь случаем, поправлюсь. Это не был эксперт, это была наша версия. Прошу вас. Версия, да? Наша версия называется, да. Хорошо, значит, я тоже скажу то, что хотел бы сказать. Прошу вас. Вот, если благословите, я... Благословляю. Я бы хотел это сказать, да. Прошу вас, прошу вас. Говорите, мы вас слышим. Да, мы же в эфире все время. В прямом эфире. А, в эфире, да? Да, конечно, конечно, у нас нет фильтра, у нас нет фильтра. В эфире. Да. Вы знаете что, вот, значит, по поводу вот всего того, что вы говорите, это совершенно правильно. Это совершенно верно, да? Да. Вот, я вам еще более, более того скажу, что сейчас в православной церкви происходит очень непонятное явление, значит, здесь, значит, из монастырей гонят старцев, гонят, священников гонят. Да. Вот, и туда, значит, набирают людей, которые непотребны для церкви. Вот, и вот именно это сейчас происходит в нашей православной церкви. А скажите, чем замещают? Вот если выгнали старцев, то чем замещают их? Кто замещают? Замещают, замещают, вы знаете, я, я сам это все испытал, вот, то есть это не голославные слова, значит, я все это испытал, значит, туда набирают уголовников, набирают, да, церковь набирают, вот, и самое главное, вот, попробуйте разобраться с Наксарским монастырем. Простите, а где он находится? Точнее, скажите, пожалуйста, с каким монастырем и где он находится? В Мордовии, да, это, это Мордовия, да, это Наксарский монастырь, там, там столько уголовных дел сейчас происходит. Это связано, это связано с экономическими преступлениями или это какие-то вурдалаки-убийцы? Это уже мне страшно просто настановится. Вы знаете, и убийцы, и вурдалаки, там, там, там все происходит. Если позволите, я должен дать обязательно право ответа вам, потому что вот такие жесткие обвинения, даже несмотря на то, что у нас времени не осталось, на столь жесткие обвинения, я сейчас почищу линию. Пожалуйста, ответьте, ответьте слушателю, который только что позвонил, потому что мне кажется, что когда такие жесткие обвинения идут, то нельзя оставить это без ответа, нельзя, несмотря даже на верстку, которая не позволяет этого делать. Да, пожалуйста, прошу. Здравствуйте. Вы можете ответить предыдущему слушателю, да? Да, 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 вы знаете, что... Приглушите радио, да, прошу вас, ага, прошу. Ага. Я просто за рулем еще. Да. Так вот, я, вы знаете, я только что слушал, вот, включил вашу передачу. Да, да, прошу. Во-первых, в глухах мне очень нравится ваша передача. Да, смотрите, так нельзя, товарищ. Когда мы уже верстку перебрали и все, рассказывать кому что нравится. Да, прошу вас, да. Алло. Алло, здравствуйте, это РСН, да? Да, да, РСН, вы можете ответить предыдущему слушателю, потому что у него очень жесткие обвинения, которые я просто не разбираюсь в фактуре, да, прошу вас. А, ну все, я подожду. Не надо ждать, боже милостивый. У нас какие-то эти... Какие скромные, сусимпатичные. Выше степени экзотические люди звонят, выше степени экзотические. Да, прошу вас, да. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Да, ответьте, пожалуйста, предыдущему слушателю, который выступил с резкими обвинениями, на которые я по существу ответить не могу, но точно понимаю, что ответ есть. Да, прошу вас. Я, по-моему, могу ответить на них по существу. Да, пожалуйста. По-моему, просто вот судя по тому, что вот я слышал, ну, как-то вот по голосу, потому как он начинал с вами разговор. Человек не совсем адекватный. То есть он, может быть, волнуется лично, и вот вы... Да, да, да. Видимо, человека как-то лично обидели, как-то, может быть, его не поняли, может, его откусно выгнали. Я вообще... Я вообще... Просто, знаете, когда он начал говорить еще, было ощущение, может быть, правда. Да. Но чем дальше, вот вы с ним разговор продолжали, тем больше было ощущение, что что-то вот как-то... И у меня тоже. И у меня тоже. И знаете, честно, когда человек говорит «все, всегда, все», я начинаю подозревать... Убийцы пошли. Я начинаю... Убийцы пошли, уголовники пошли. А вы заметили, да, я пытался заострить с целью дать ему возможность отойти от того, что он сказал. Да, 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 да. А он не просто не отходил, а погружался все глубже и глубже. И я... Ну да, при том, что вы сами как-то тоже не особо дружелюбно относитесь. А я, нет, я отношусь к церкви... Это был перебор. Я отношусь к церкви как наблюдатель. Но мне показалось, что он... Мне показалось, что он что-то волнительно излагает... Да, да, да. Был явный перебор. Да, 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 абсолютно, абсолютно согласен. Причем чувствует, что это искренне, что это человек, так сказать, не это самое. Не пытается никого опорочить, никого не надо. Нет, 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 нет. Просто вот действительно какой-то такой... Вот вот внутренний диалог между левым и правым полушарием. Да, да, да. Вот что-то в этом роде. Спасибо вам огромное, спасибо. Вот ответ мы нашли, 53 минуты, зато перебрали по верстке. Погнали. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Фондовый рынок, вот что у нас. Очень смешанный рынок на Дальнем Востоке. Япония вверх, Шанхай вниз, Гонконг вверх, Тайвань вниз, Корея вверх. Смотрите, значит, но я думаю, что для русского рынка есть обнадеживающие какие-то данные. Например, бренд пошел вверх на плюс 0.15, 102.55. Сейчас бренд. Это хороший знак для русского рынка. И доллар чуть-чуть ослабел, 1.22.40. Чуть-чуть капельку ослабел, доллар 1.22.40. Оба эти фактора, оба эти фактора обычно хороши для России. Посмотрим, следим за рынком, погнали дальше. Подъем. Единая электронная торговая площадка. Госзакупки. Я Андрей Черногоров. Андрей, здравствуйте, что у вас? Интересные лоты на единой электронной торговой площадке. Доброго дня. Здравствуйте. Сегодня ликвидация стихийных свалок в Сергиевом Посаде 1.5 миллиона рублей. Медийный комплекс в Академии ФСБ России на 3 миллиона рублей. Оборудование экспозиции степных животных в Московском зоопарке на 2 миллиона рублей. Бланки в Росприестра 2.5 миллиона рублей. И бумага в администрацию президента на 3 миллиона рублей. Я думаю, степные животные это кто? Это, наверное, мне кажется, суслики. Степные животные, да? Экспозиция сусликов не звучала. И мыши, мне кажется, в степи много мышей. Спасибо, спасибо большое, Андрей Черногоров. Единая электронная торговая площадка. Движемся дальше. Русская служба новостей. В движении. Ребят, езда, песня. 3 балла. 3 балла впервые за это лето. Смотрите, я слежу очень внимательно за движением, как вы знаете. 3 балла по Яндексу. Сейчас в 9.56 это редкость большая. Значит, плохо затруднения на Ленинградке. Так себе маленькие затруднения на Ярославке не считают. Не в счет. Все не в счет. Значит, плохо въезжает М4, совсем скверно. И слабовато въезжает. И потом на Тульское затруднение это Варшавка. Блашиха тяжелая, но все это. И да, еще, кстати. Стоит до Барвихи, до Дримхауса. Стоит Рублевка. И при том стоит, зараза, чуть не от горок. Фига себе. Она стоит, от Колчуги стоит она. От Колчуги до Дримхауса стоит Рублевка. И стоит, и также не пытайтесь линять влево, через Жуковку влево на Архангельское. Потому что там тоже стоит. И там, когда вы приедете, Голуби, там еще стоит Новая Рига. Поэтому стойте на Рублевке тупо. Либо езжайте через Одинцово, где тоже, в общем, желтенько. Девять пятьдесят семь, спорт. Подъем. Десять часов, четыре минуты, понедельник, шестнадцатое июля. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это Русская служба новостей. Елизавета Мазина, ведущая программы. Здравствуйте, Елизавета. Доброе утро. Оцерковленный человек не стал бы обращаться благословить. Нет, как раз стал бы, если он просто привык. Знаете, это как, ну, лексика, как в армии бывает. Там, так сказать, расшить, обратиться и так далее. Так что, так что уж согласитесь, и бывают разные же образовательные уровни. Образовательные уровни бывают и не какущие. Еду по энтузиастам вокруг одно бабье. Ну, куда они едут, говорит Александр Александр. Александр, между прочим, это свидетельствует о появлении среднего класса бабье. Я должен сказать, что еще какие-нибудь 10 лет назад, 10 лет назад, бабье было на, скажем, в Кунцеве. Вот в Кунцеве в 11 часов, где после 10 выезжало одно бабье водители, женщины. И, да, вот, смотрите. Но, например, на шоссе энтузиастов не было, женщин, водителей. Не было, либо они были страшно редкие. Вот в Кунцеве, да, потому что там уже зарождался средний класс. Кунцево-Сокол, Кунцево-Сокол, вот здесь вот где-то, да. Вы полагаете, это именно от... Университет. Социального статуса. Абсолютно верно, абсолютно верно. Кунцево-Сокол, вот эта ветка, Кунцево-Сокол. И Кунцево-Университет, вот сюда, вот, по Аминевке. Вот здесь встречалось бабье за рулем. А Рублевка-Кутуза? Да, 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 ну я же говорю, да, Кунцево, я здесь считаю, да, да. Рублевка-Кутуза, Университет и Сокол. Вот здесь встречалось бабье за рулем. А, значит, условно говоря, в Капотне не было бабья за рулем, в принципе. Значит, на энтузиастов не было бабья за рулем. На энтузиастов ехал, знаешь, как бы, 10 лет назад на энтузиастов ехал отставной полковник, который из западной группы войск в Германии в 94-м году пригнал «Опель-кадет» выпуска 84-го года. Вот, и значит, он, правда, у него был 10-летний «Опель-кадет» в 94-м году, который к 2004-му году сделался 20-летним «Опелем», 20-летним «Опелем». И он пилил по шоссе энтузиастов. Вот была картина. А теперь, братцы, по шоссе энтузиастов, вокруг одно бабье. О чем это говорит? О появлении и становлении среднего класса. Мы стали более лучше жить, если верюся. Мы стали более лучше жить и более лучше ездить. Да, абсолютно верно. Да, это следительствует о появлении среднего класса. Так, этот человек звонил из лечебницы Кащенко тогда. Ну, наверное, да, наверное, наверное, наверное. Я тоже так думаю, что человек взбудоражен каким-то внутренним диалогом между полушариями, да. Щелчок рабочий въезжает в Москву. Удачного дня всем. Леха, Леха и вам удачного дня. Так, секундочку. Секундочку. Комсомольский в центр перед Садовым. Затруднения. Всем хорошего дня. Атамазик на БМВ. И вам хорошего дня, Атамазик. Калушка стоит. Вы забрыли про миграции леммингов. Ну, мне кажется, антилопы лучше ходят, чем лемминги. Хорошо. Значит, еще, еще, еще. Еще. Вот что. Про волонтеров. Про волонтеров, как мы и обещали, в 10 часов. Волонтерам готовят закон. Обрисую, зачем он нужен. Вот зачем нужен закон. Потому что для того, чтобы опираться на волонтерские организации, нужно понимать, что дядя Федя прибыл надежно. Дядя Федя берется за какую-то волонтерскую работу. С одной стороны. Что он не бросит посередине. Ну, вот он пошел, а потом говорит, ой, мне прискучило. На него можно рассчитывать. Да. Значит, он должен, да. Но он должен получить какие-то гарантии. Что, а, про него знают. Что если он сейчас в колодец не упадет, его будут вечером по вечерам считать, думать, где он. Искать, помогать и прочее. Значит, какие обязательства сторон. Он должен понимать, что его, например, кормят, пока он работает. Денег не платят. Но кормят. Его, например, ему дают там масхалат какой-то, или что там сказать, химзащиту. Что там положено. Понимаешь? Значит, ему дают. Раз, два. Для этого закон нужен. Нужен. Потому что, а если он руку повредил, поранился там, кто оказывает помощь? Кто платит страховые, если что? Значит, это, для этого закон нужен. Теперь расскажу, зачем он не нужен. Для чего он не нужен закон о волонтерах, закон о добровольцах. Почему он не нужен? Потому что он бюрократизирует добровольческую деятельность. Добровольческая деятельность бывает мгновенная, как это, на один день человек пришел. Понимаешь? На один день. Вот свободен. Вот как было, когда в лесу искали сумасшедшую тетку. Конечно, было на востоке от Москвы. Сумасшедшую тетку с ребенком. Мне в эфир сюда звонила девчонка, хозяйка ночного клуба. Девчонка. Ну, молодая женщина. Там 30. Значит, она говорит, вот я, говорит, работаю, хозяйка, и одновременно она руководит своим ночным клубом. Я, говорит, отпахала. Отпахала. В 8 утра. Нет, прошу прощения. Запустила день как бы. День у них начинается там в 10 вечера. День запустила, но ночь. Ночь. Ночь запустила в ночном клубе. Поехала в Ногинск, или где там они искали эту сумасшедшую бабушку. Всю ночь ходила по лесу с фонариком. Искала. В 8 утра, в 8 утра или там в 8.30, она мне позвонила в эфир. Говорит, вот я ночь отпахала. Ночь отпахала. Искала бабушку. Если бы я ей сказал, знаешь, а ты должна где-то заключить договор. Она сказала, да пошли вы. Ну так. Я просто хочу, я просто хочу помогать. Просто хочу помогать, да. Ребята, какой договор? С кем договор? Зачем договор? Я приехала, я помогала. Какие-то мужики пришли. Менты, свободные от службы время, тоже помогали как волонтеры. Какие-то мужики привезли пиццу. Местные бизнесмены привезли пиццу ночью, чтобы мы могли подкрепиться. Какие-то мужики привезли горячий чай. Тоже местные бизнесмены. Ну какой договор нафиг? Ну объясните, ну что за чушь? Ну какой договор? Вот они взяли в свободное время, какие-то врачи приехали из МЧС. МЧС. Они отпахали день на службе, а ночью пошли искать в лес пропавших людей. Потому что у них сердце доброе. Ну какой договор? Зачем им договор? Ну это абсурд. Они стараются защитить тех, кто едет туда со своим добрым сердцем. Чтобы дать тоже ребятам какие-то гарантии. Да. Тоже можно понять. Здравое зерно в этом определенной месте. Есть. Есть. Есть, конечно. Да. Значит, смотрите, пожалуйста. Значит, будет создан договор. Какой-то будет бухгалтерия. Какой-то обязательный договор с волонтерами. Будет создан закон волонтерства. Я хочу понять ваше мнение. Скажите, пожалуйста, еще до обсуждения. Вы хотели бы, чтобы у волонтеров, вот тех, которые тушили леса. Помните, ходили ребята в 2010 году, огромное количество, тысячи людей. Занимались тем, что тушили леса. Работали пожарными. Растаскивали все. Вот вы хотели бы, чтобы у них были договоры письменные. Бухгалтерия. Там, значит, все это вот. Вам это нужно? Простите, еще раз я воткну голосование сейчас. Да, начать голосование. Да, волонтерство должно быть поставлено под контроль государства. 916-55-81. В том числе для защиты прав волонтеров. Например, медицинских прав. Там, я не знаю. Харч какой-то и так далее. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Все, к чему притрагивается рукой государство, превращается в говно. Волшебным образом. Волшебным образом. Как царь Медас. Тот, у которого осынные уши. Но у него золото было. Да, да, да. Царь Медас прикасался к любой вещи. Она превращалась в золото. Согласно Максиме, моего друга, алкоголика из Бразилии, Шайма Литевского, мой друг из Бразилии, который аттестуется алкоголиком. Он живет штату. К чему бы ни прикасалось государство, все превращается в говно. Значит, вот, это вопрос. Это вопрос. Проголосуйте, пожалуйста. Вы считаете, что государство должно, да, регламентировать волонтерскую деятельность, в том числе для защиты прав волонтеров. В том числе для защиты прав волонтеров медицинской, страховой, там, я не знаю. Куда они идут в огонь? Кто их будет спасать, если что? 916-55-81. Да, это нужно. 916-55-82. Нет, не нужно. Не надо, чтобы государство лезло. Потому что государство, прикасаясь к любой вещи, в любую вещь превращает в говно. 916-55-82. Через минуту скажу вам результат. Подъем. Сергеем Даренко. Найросен. 10,5% пока. Еще проголосуйте. 10,5% пока за государственную регламентацию. Регламентацию волонтерства. 10,5%. Остальные, соответственно, нет. Но я не выключаю голосование. У вас есть шанс изменить параметры. Пожалуйста, сейчас, когда у вас всего 10,5%, те, кто за государственную регламентацию волонтерства. Деритесь, 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 деритесь. Еще минуту даю драться. 10,4%. Пожалуйста, вместо того, чтобы драться, они тают. На глазах. Они тают на глазах. Давайте мы им поможем. Мы звонить будем. Нет, мы не будем звонить. Мы просто скажем, что в Европе уже практика такая существует давно. Да, для защиты прав волонтеров. Да, безусловно, для защиты прав волонтеров. От Прибалтики до Португалии. Чешская Республика, Венгрия, Италия, Латвия, Люксембург, Польша, Португалия, Румыния, во многих странах европейских. Регламентирована деятельность волонтеров законом, потому что их тоже надо защищать, волонтеров. У них должны быть права, терпыр, 8 терп. Все понятно. Значит, слушайте, это все прекрасно. Я в Штатах, я встречался с, случайно так вышло, что я встретился с волонтером из Америки, который был религиозный волонтер. То есть он был баптист. Он был из конгрегации баптистов, какого-то там города. И вот эта конгрегация, значит, неважно, они отправили этого парня, и я узнал о том, что он баптист, волонтер и все на свете, уже в полете. Я до полета не знал о том, что он, я думал, он летчик. Я думал, что он летчик. Мы летели на Сесне, на которой очень маленькая, 172-я Сесна, я думаю, 172-я Сесна, вероятно. Мы шли на 172-й Сесне, и, значит, уже в полете, когда он для смеха направил нас в водопад, в гору, в столовую гору такую, имитируя, что мы сейчас разобьемся, и в последний момент ушел вправо. Шутник. Шутник, он шутил, да, он шутил. Значит, он имитировал, что сейчас разобьет самолет, спикировав прямо в гору. Очень весело, да. Значит, после чего он мне сказал, я говорю, вы пилоты, так развлекаетесь. Он говорит, я вообще не пилот, я вообще не пилот, я, то есть, у меня есть удостоверение пилота, но я здесь волонтер-баптист. И я, говорит, ну, прикалываюсь, вы уж простите, у меня, так сказать, свойственный юмор баптистский такой. Вот. И я не знаю, у них не было никаких таких договоров, насколько я понимаю. Они просто ехали, потому что там баптисты посылали своих пилотов помогать индейцам. Они возили на этих цеснах, 172-х, гуманитарные грузы, вакцины, медикаменты индейцам в джунгли. Это было на границе Суринама и Бразилии. Ну вот, я не слышал про какие их договоры или что-то в этом роде. Может быть, я недостаточно... Все, я останавливаю голосование. 11,1. Все-таки сторонники государства взяли целый процент... Не целый процент, но 0,6. 0,6 было. 0,6 они взяли. 11,1. 1,1. 88,9, 10. Против. Вы волонтеры. Позвоните. 7,8-8-107-0. Позвоните. Волонтеры. Реальные волонтеры. 7,8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вы волонтер? Нет, я не... 7,8-8-107-0. Мне нужен волонтер. 7,8-8-107-0. Да, здравствуйте. А я за закон. Я не волонтер, но я... Жалко, что вы не волонтер. Вот здесь вот есть у меня маленький нюанс. 7,8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, да. Я волонтер. Я помогаю храм восстанавливать. Помогал собирать помощь в Крым. Да. Вот. И этот закон полное говно. Скажите, а во время пожаров? А во время пожаров? И как вас зовут? Во время пожаров Луховиц. Я был. Меня зовут Юрий. Юрий. Я тушил там, потому что там все было в дыму. Там каждый из своих задниц. Это не для урожения. А я, значит, проезжал Луховицы. Правда, подтверждаю. Все было в дыму страшным при том. Абсолютно. И я не буду ни тушить, ни помогать ничего. Потому что из закона это государство пытается одеяло на себя перетянуть, что ли. Ну да. И здесь мы. А вот давайте попробуем с вами говорить так, как будто я против вас полемизирую. Давайте. Поехали? Куда вы. Давайте. Я вообще преклоняюсь перед волонтерским движением. В 2010 году я видел мощь волонтеров. Понимаете? Настоящую мощь. И красоту духа этих людей. Ну вот, слушайте. Значит, а как защитить волонтера? Вот вы надышались, потом у вас вы стоите, харкаете собственными легкими. И, например, как защитить вас? Вот страховку какую-то для вас бы придумать, а? Вы знаете, Сергей, какая может быть страховка, если человек знает, на что идет, в принципе, от души, делает то, что делает. Ну, есть некоторый процент среди нас, которые идут делать, потому что, пофотографироваться и выложить в соцсети. Это я помню, очень помню, очень помню. Да, послушайте, а подождите, а снаряга? Вот если волонтерская организация приглашает людей тушить пожары, она должна подготовить снарягу? Или нет? Я считаю, что каждый должен, в принципе, своим приходить. Но, да, есть ребята такие, организаторы, я не буду называть ни имен, ничего, чтобы не подумали, что я за кого-то там агитирую, не дай бог. Да, да. Вот. Есть, да, люди, которые приходят первыми, да, и зачастую они оказываются там людьми, которые противопоставляют сейчас, скажем так, действующие волонтеры. Смотрите, вы же не пойдете в рваных кедах по горящему низам лесу, правильно? Да пойду, почему нет. Ну почему, они расплавятся у вас, да и все. Да и бог с ними. Я же иду помогать, потому что другие уже горят, у них уже волосы на голове горят, поэтому только и пойду. Подождите, а вы представляете себе ситуацию, когда вот этот плохой закон может все-таки помочь? Вот можете обрисовать? Вот если бы вы были в правительстве, не существует? Нет, только наоборот, я перестану этим заниматься. Почему? А если бы закон... Ну потому что... Смотрите, если бы по закону вам возмещались бы ваши затраты на... На снарягу. На снаряжение, да, на все, которые вы... Не, не, за снарягу, подождите. Ну вот, подождите, вы попалили, вы попалили эти самые бутсы, да? Да. Вот свои бутсы, ну, может вы занимаетесь там горным хайкингом каким-нибудь, попалили бутсы. Вы подходите там к бухгалтеру, говорите... А у меня раз и другие бутсы. Сестра, типа сестричка. Вот я попалил бутсы, 130 долларов, да? 130 долларов, иди сюда. Нет? Сергей, хорошо, у меня вопрос. Если мы все друг другу будем помогать, нахера нам государство? Интересная мысль. Смотри, какой вы... Да, все, я с вами расстаюсь. Слушайте, какой он... Значит, смотрите. Видите, государство есть регламентированный способ помогать, да? Более того, нахер... Но есть и нерегламентированные способы помогать. Я так понимаю, что наш слушатель пошел бы в сталкеры. То есть, были бы добровольческие организации, а почему нет? А может быть, будут волонтерские организации, которые регламентируются законом, а еще просто... Или их искоренят. Вот ведь вопрос. Остальные, вот такие, как наш слушатель, могут, тем не менее, помогать рядом с волонтером? Вольный волонтер. Вольный волонтер. Будет ВВ, да. Здравствуйте, да. ВВ это... Здравствуйте. Здравствуйте. Вы волонтер? Да, иногда волонтер. Слушайте, вот вопрос. А может статься, что создадут волонтерские организации в рамках закона, и рядом все-таки будут люди, которые просто вот на ночь, на день пришли, они не будут подписывать ничего? Или их искоренят полностью? Ну, я думаю, что их искоренят. Их искоренят. Потому что, представьте себе, добро законом не регламентируется. Человек должен совершать, иметь возможность, не спрашивая никого, совершать добро. Это его мораль. Это его этика, понимаете? И, кроме того, благотворительность тоже не определяет какими-то законами. Нет таких норм. Есть МЧС, есть другие государственные службы. Пусть они этим занимаются. Ну, подождите, давайте, давайте, вот есть условия, есть условия, как бы, в которые вы идете как волонтер. Например, задымленность. Вы, например, вам перед выходом, вы просто входите, вам дают снарягу. Это же хорошо. Это хорошо или плохо? Хорошо. Дальше, подождите, вам дают топор, багор, еще что-то. И вы подписываете бумагу, что у вас нет астмы. Просто бумагу пишите. Там, я такой-то, такой-то, паспорт, номер, заявляю, у меня нет астмы. И там, повышенного артериального давления. И пошел в бой вперед. Ну, и что? Ну, и что это изменит? Это что изменит? Это что изменит, что вы там не загнетесь? Может, вы волонтер, но не оцениваете трезво свое здоровье? Понимаю, в чем дело. Если я не оцениваю трезво свое здоровье, то я тогда туда не пойду. Понимаю, в чем дело. Я же знаю, куда я иду. Если я туда иду, значит, я считаю, что... Ну, понимаете, вот это и есть волонтерство. Понимаете, это настоящие волонтеры. Это люди, которые идут помогать. Когда вы совершаете добро, вы же не делаете час добра. Вы же не говорите, я сейчас, сейчас, я подумаю, сделать мне добро или нет. Да. Но я подписываю, вот когда я иду на Дайв Сафари, я подписываю бумагу, что у меня нет астмы. Да. Понимаете? Да, когда горе, когда вы видите массовое, будем говорить, такое стихийное бедствие, то люди уже не думают об астме. Они идут помогать, забывают о своих болезнях. Все понял. Вот это и есть настоящее человеческое, будем говорить, отношение к горе. Поэтому никакими законами ее расписывать и определять не нужно. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо. И спасибо за то, что вы делаете. Спасибо волонтерам за то, что они делают. Ребята, расстанемся на одну минуту, тотчас вернемся и продолжим эту же тему. Подъем. Ну, очень верный вопрос ставит Буратино. Он говорит, разве можно вложить рацию в порыв? Это порыв души, это порыв сердца, это порыв... Это импульс, который человек получает, импульс добра, да? Как туда можно вложить какие-то деньги, рацию и так далее. Да, здравствуйте. День добрый. Вы волонтер. Мы используем волонтеров, у нас фонд поддержки инвалидов. Да, скажите, пожалуйста, если их регламентировать новым законом, вы бы это приветствовали? Знаете, очень много проблем, связанных с волонтерами. Например, волонтеры должны быть обучены. Да. Это центры обучения волонтеров, это большие затраты. И по сегодняшнему законодательству приходится платить налоги и черт знает что еще. А-а-а. Есть специальные правила, которые должны быть разработаны. Например, командировки. Людей иногда отправлять, иногда далеко. Да, 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 да. А такой вопрос, Сергей? Да, да. Просто так деньги мне отдашь. А скажите, пожалуйста, а вот волонтеры, которые у вас работают, у вас они фактически получаются как наемные работники проходят? Нет, 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 нет. А как вы отчитываетесь за них тогда? Ну, слушай, я объясню. А вы поправьте меня, пожалуйста. Значит, приходят просто люди, которые просто хотят работать, помогать. Просто хотят помогать, да? Да, да, да. Но их, например, надо отправить на автобусе. Или, например, им надо просто провести курс, что они должны делать. Понимаешь? А это наемный человек должен сделать, курс провести. Да, да, да. И для этого должны быть созданы волонтерские центры. Человек, который хочет себя, так сказать, подарить обществу, должен пройти определенное обучение. Вот у нас люди работают с инвалидами. И, например, инвалиду-колясочнику нельзя сказать «проезжайте». Ему нужно сказать «проходите». Очень много тонких вещей, понимаете? Это, в общем, на уровне, ну, понимания какого-то. То есть, вот, если хочешь себя отдать обществу, изволь, обучи. И вам бы хотелось, чтобы вот такой закон о волонтерах, если и когда он будет существовать, избавлял вас от налогов, избавлял вас... Да, от существующих препятствий. Он должен быть очень слога выстроен. Да. И совершенно четко направлен на то, чтобы волонтерское движение развивалось. Скажите, пожалуйста, вот, а вы слышали сейчас передачу нашу прежде, вот, минут пять-десять назад? Да-да-да, конечно. А можно тогда вашу реплику получить вот на что? Значит, вот у нас есть такие отчаянные, отчаянные парни, да, которые бросались в пожар, там, в том числе в кедах, в том числе в собственных берцах. Шли, шли, ну, это порыв сердца, вот их душ хороших. Они хорошие люди, понимаете? Значит, они просто... А знаете, если бы они не были волонтерами, я спрашивал очень многих волонтеров в 2010 году на пожарах. А так они занимались тем, что они ходили в походы, там, выживание, курсы выживания, в горы, так далее. До волонтерства. То есть это дерзкие такие сильные мужчины, с ними очень-очень тоже добрые, дерзкие, пахнущие костром и потом женщины. Значит, вот их искоренит этот закон? Ведь, да. Я думаю, что если правильно будет написан, то эти люди как раз и возглавят волонтерские центры, группы, которые не случайно собраны, а знают друг друга и умеют. Ну, например, ту же бензопилу, извините, просто мальчику, который охвачен энтузиазмом, не дашь, его надо обучить ей работать. Это верно. Это верно. Как у вас, дайте мне прогноз в процентном соотношении. Насколько вероятно, что это получится хороший, правильный закон, а насколько вероятно, что это получится ужас? Вы знаете, я думаю, что получится правильный закон, потому что у нас уже существует... Вероятность, дайте вероятность. Ну, я думаю, процентов 75, вот так. Что будет правильный закон 25, что все-таки какой-то ужас получится. Спасибо, спасибо вам огромное, спасибо, спасибо. Квалифицированный ответ человека, который сам возглавляет волонтерские центры. Погнали, 10.30 новости. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Обзор печати. Доброе утро, в студии Елизавета Мазина мы читаем утреннюю прессу. Московский комсомолец радует нас статьей. Лужков вступился за правильных пчел. Москвичи в этом году не дождутся традиционной ярмарки меда в Манеже, а ярмарка в Коломенском пройдет без участия Российского национального союза пчеловодов, которому покровительствовал в свое время Юрий Лужков. Столичные власти решили, что с этой задачей лучше справится новая организация, ООО «Союз пчеловодов» из Оксайского района Ростовской области. И поэтому экс-мэр опасается, что в результате горожан наркомят некачественным и поддельным медом. Как уже случилось на апрельской ярмарке. По словам Лужкова, там торгуют не пчеловоды, а перекупщики. В общем, что, конечно, повлияет, по его мнению, на качество продукции. Всем известно, что бывший мэр Москвы любит мед и очень уважает пчел. И в масштабах города чувства трансформировались в создании нескольких пасек, оплачиваемых из горбюджета. И проведение всероссийских ярмарок меда, причем на самых дорогих площадках Москвы, это гостиный двор и манеж. Новый мэр Москвы Сергей Собянин. Пчела все же не обижать не стал. В этом году на содержание пасек выделено 2 миллиона рублей. Но политика города в части пропаганды, производимого ими продукта, коренным образом поменялась. После того, как глава департамента культуры Сергей Капков объявил, что пчеловоды далеки от искусства, было решено, что в манеже им не место, и власти переносят ярмарок меда на новую площадку в Коломенское. Любители меда подробнее читайте сегодня «Московский комсомолец». Российская газета пишет, что цены отдохнут в августе. Инфляция в России набирает обороты. По итогам года она может составить 7-7,5%, а не 5-6%, как изначально предполагалось в официальных прогнозах. Такой рост съест значительную часть доходов населения, боятся аналитики. Правда, в Минэкономразвитии не видят поводов для беспокойства и предполагают, что инфляция в этом месяце составит не более 1,3%. Ожидается, что заметно вырастут цены на импортные лекарства, овощи, фрукты, алкоголь, сигареты. Дело в том, что инфляцию подогревают не только тарифы, но и, по словам заместителя директора Центра развития Научно-исследовательского института Высшая школа экономики Валерия Миронова, на инфляцию могут повлиять ослабления курса рубля. Соответственно, автоматически становятся у нас все импортные товары дороже, в том числе продовольственные товары дорожают. И при этом отечественной продукции для замещения импортных товаров у нас категорически не хватает. Чему, в общем, виной? Это нестабильный урожай и природные факторы, вот наводнения, засухи, что на нас сейчас очень сильно влияет. В целом бюджетники потеряют какую-то часть доходов из-за роста цен, как ожидается, но все равно ожидают аналитики повышения реальных доходов населения по итогам года. И так как безработица находится на довольно низком уровне, то предполагают, что ничего критического в целом нам это не сулит. Однако открывайте российскую газету и читайте более подробно. А в известиях прекрасная статья указывать будут по-новому. Департамент ЖКХ Москвы разрабатывает пилотный проект новой информационной навигации. И в первую речь у нас идет, в первую очередь, простите, идет речь в показателях с номерами домов, которых реально сейчас недостаточно на улицах Москвы. Новую систему навигации протестируют в 10 кварталах города, по одному в каждом округе, кроме Троицкого и Новомосковского. Как сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ, город не ограничился табличками на самих зданиях. Будут указатели с номерами домов на перекрестках, на остановках общественного транспорта, у выходов из метро будут указатели и внутри микрорайонов. Кроме того, ожидаются, что должны поставить какие-то транспаранты, не знаю, билборды с картами микрорайона, что, я думаю, будет очень полезно, потому что Москва регулярно расширяется, растет. И, думаю, жители будут реально благодарны, если Московская мэрия сможет увеличить число указателей без ущерба для других городских проектов. В последнее время власти Москвы заботились о состоянии информационной навигации. И особенно интересен такой момент, что Департамент информационных технологий пообещал сделать более простыми для восприятия таблички с QR-кодами, которые появились этой весной на Тверской улице. Таблички были изначально с надписями вида «Исторически ценный городоформирующий объект» или «Объект культурного наследия федерального значения». В общем, они очень... А вот кому легче станет от этих кодов, я понимаю? QR-кодами? Да. Кому легче станет? Вы знаете, вообще, это очень популярная тема. Я понимаю, что это современно, это дико трендово, это очень актуально. Ну так что, нет, а кому станет легче теперь? Мы должны понять, кроме мэрии самой, кому это нравится. А кроме мэрии... Ой, знаете, кому это понравится? Пресс-секретарь IT-департамента Елена Новикова Да. сообщила о том, что Высшая школа экономики объявляет конкурс на разработку нового дизайна табличек. Победитель получит денежный приз 25 тысяч рублей. Таким образом, в ближайшее время ожидают 200 новых табличек с QR-кодами, и они будут выглядеть по-другому. Давай, голосование. Сейчас у нас все равно минута рекламы, давай голосование. Слушайте, значит, мэрия Москвы занимается 25 тысяч рублей на одно, 25 тысяч рублей на второе, потом будут всюду таблички делать, опять деньги, 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 деньги. Значит, Вам, да, нужны QR-коды. Вам, да, вот Вы чувствуете, вот внутренне, просто как бы чуть-чуть Вас немножечко клинит, когда нет QR-кодов. Нужны QR-коды. 916-55-81. То есть, Вы понимаете, жизнь не состоялась ни хрена, когда нет QR-кодов. Тяжко жить. Нужны QR-коды. 916-55-81. Нет, Вам не нужны нафиг эти QR-коды. 916-55-82. Вы жили всю свою жизнь без QR-кодов. И, в общем, хорошо себя чувствовали. А через минуту скажу Вам результат. Подъем. Сергеем. Даренко. Найросен. Главные люди, которые включили эти QR-коды в свою обычную жизнь, это японцы. Японцы придумали, вообще, в принципе, они штрих-кодами очень пользовались, теперь QR-кодами. QR. QR. Это две буквы. QR-код. Так вот, слушайте. Значит, секундочку. Это значит Quick Response. Матричный код, двухмерный. Штрих-код, который представлен японской компанией DensoWave в 1994 году. В Японии очень распространено. Сейчас в Европе и Северной Америке тоже сильно распространяется. Например, в Европе, во Львове, 80 туристических объектов, статья сделана QR-кодом. Вы показываете этот QR-код своему мобильнику, например, вы показываете его Андроиду, или вы показываете его своему Эплу. Яблофону. И читаете статью, в которой 4296 знаков, это максимум, цифры и буквы, включая кириллицу. То есть, 4296 знаков, это статья. Это маленькая статья. Маленькая статья, в которой... Приличная, кстати говоря, не маленькая. В которой... Или 1817 иероглифов помещается. Иероглифов, но там они же многозначные иероглифы. Или 7089 цифр. Ну, что помещается статья? То есть, ваш телефон начинает... Вот, вы подходите к улице, бум, QR-код на Эпле на своем открываете, с помощью специальной программы, очень доступной. И там статья. Это улица, тыр-пыр, 8 тыр. Шикарно, да. Дальше. Потом все то же самое по-ангельски, то же самое по-немецки, по-фрицевски, то же самое по-итальянски, по-французски. Пожалуйста, читайте. И все в маленьком таком наборе квадратиков. Да, и все это показываешь своему телефону. Пожалуйста, ретроградов среди наших слушателей оказалось 89,5%. А среди них и я. 89,5%. Я объясню, как обойтись без QR-кода. Так. Я захожу на улицу имени какого-нибудь Ивана Пупкина. Отлично. Мгновенно, если меня это хоть сколько-нибудь парит, мгновенно, мгновенно при этом, пишу в гугле, улица Ивана Пупкина в Вике, и читаю без всякого QR-кода. Смотрите, а если Википедия снова объявляет забастовку, как это уже было, когда вводили закон, как вы будете? Ну, это редко будет, но это редко. А вдруг вот не редко? Ну, редко это, редко. А вы хотите быть в тренде, хотите быть модным? Я модный, я модный, потому что я, почему, а я и есть хипстер. Вы хипстер? Не знаю, я точно не знаю. Вы не любите хипстер? Я делаю в том, что я объясню, хипстер не может признаваться в том, что он хипстер. Сама эстетика хипстерства – это отсутствие манифеста. Отрицание мейнстрима. Отрицание манифеста. То есть я не имею права на манифест, если я хипстер. Если ты спрашиваешь хипстера, скажите вы хипстер, он говорит, ну, типа того. Вот так он отвечает. То есть ответить утвердительно стыдно. Первое правило бойцовского клуба, не говорите о бойцовском клубе. Не говорите о бойцовском клубе. Второе правило бойцовского клуба, не говорите о бойцовском клубе. Ну, конечно. Значит, хипстер, хипстер никогда не говорит, что он хипстер. Поэтому он говорит, ну, типа того. Ну, я не знаю, типа, не знаю. Странно вообще. И так далее. То есть это вот так, понимаешь? Это на самом деле эстетика новых городов, эстетика. Да, кстати, а вы хипстер? Я, я, нет, категорически не хипстер. Нет, нет, нет. А кто что-то? Я? Ну, что тогда, подожди. Хипстеры – это такие метросексуалы странные. Нет, хипстеры, какие они метросексуалы? Нет, они просто странные, без метросексуалов. Ну, объясни мне, что такое хипстер. Ну, как я понимаю. Хипстер, позвоните нам, хипстер. Хипстер, позвоните нам, хипстер. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Человек, который, ну, типа того хипстера. Ну, типа хипстер. Ну, типа, наверное. Ну, то есть, да нет. Хипстер не имеет права манифестировать. В этом проблема, понимаешь, хипстерство. Ну, давайте вот так просто. Они уклоняются от манифестирования. Мы спросим их тоже уклончиво, а как бы вы охарактеризовали современного хипстера? Вот я о них знаю, что они любят клетчатые рубашки, любят читать и отрицают монстрим. Хипстер и спиртное. Хипстер и противоположный пол. Хипстер и образование. Вот эти темы я бы хотел поднять. Спиртное интересно, пол интересно. Хипстер пьет? Хипстер с женщиной бывает? А женщина хипстер? Женщина хипстер бывает с мужчиной? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, меня зовут Андрей. Да, Андрей. Я работаю как раз в моей команде, есть пара хипстеров. Вот опишите, хипстер и спиртное, хипстер и бабы. Да, пьют, но алкоголь пьют такой, не просто водку, да, там соком, а какие-то коктейли модные. То есть стараются так, что в тренде, скажем так, по одежде. Тренд. Зачастую подкатанные, либо чуть короткие штаны. Да. Там три четверти, может быть, чуть ниже. Какие-то модные футболки и рубашки, прически обязательно. Да. А скажите, плечи это есть? А прически, что за прически? Ну вот мне зачастую подают статьи, знаете, что-то между Элвис Пресли и Димой Биланом. Что-то вот такое вот. Так, дальше. Это прическа, да, пожалуйста. Образование. Учатся один журналист, другой пиарщик. То есть такое тоже в тренде модное, что можно было что-то писать, видимо, комментировать, постить и так далее. Женщины? Женщины? Элвис Пресли и он, а, и точка. Элвис Пресли и он, и он, а, и точка. Ну, как бы грязно мясо в мясо тыкать, как-то грязно. У них замечается это интеллектуальным таким каким-то поиском? Нет, они вот как-то, они любят веселиться, хохотать, но вот так вот мясо в мясо засовывать им, как-то кажется, как-то вот неловко. Ну, что это вот, как-то, как-то даже неловко. Вот, как-то это, да, да, да. Интересно, интересно, интересно. Слушайте, у нас есть три минуты. Давайте опишем. Раз уж мы пошли на QR-коды и говорили о QR-кодах, которые Москва вводит теперь на улицах всюду, вслед за Японией и Европой и Америкой, мы это вводим, мы говорим о трендах и нечаянно зацепились за хипстеров. Алло, здравствуйте, да. 788-107-0. 788-107-0. Опишите нам хипстеров. Хипстеры-женщина, хипстеры и наука, хипстер и образованность, литература, хипстер и спиртное, например, они какие? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, здравствуйте, вот Максим. Да, Максим, опишите нам хипстеров. Ну, я не знаю, дело в том, что я живу в деревне, в лесу, да, у меня тоже короткие штаны, там прически разные, алкоголь хороший. А какой хороший? Слушай, какой хороший? Какой, ну, вот, ну, какой, рум, рум, виски не люблю, коньяк хороший. Все-таки это очень маскулинно, нет. У вас, у вас... Женщин тоже нет, это женщина, а вот мне про коды вот интересно, коды. Я почему, я уже, допустим, в лесу, я вот, смотрите, выхожу, а у меня на березе код, я набираю и читаю, береза. Да. Понимаете? А вот на сарай захожу, код, пила. Это пила. И смотри, тортиз с кодом, понимаете, вот код на нем, иначе я не пойму. Нет, а, а, а там будет, там уже будет история вопроса. История вопроса. Кто изобрел, как пользоваться? Люфт-плозет изобретен в шестом веке в Германии. А вы не ошибетесь, там, по-моему, вы не ошибетесь, там, там, в чем-то деревне сработает. На грабли наступите и сразу, опа, грабли. Максим, спасибо вам огромное. Максим, Максим потрясающе. Он просто живет в деревне, но пьет маскулинные напитки, коньяк и ром. Это, это брутально, это по-мужски. Нет, нет, хипстер не будет такое пить, ни в коем случае. А? Космополитон может быть. Что? Коктейльчик. Ну, хипстер, если коктейльчик. Почему ты говоришь, как педик? Мне кажется, хипстеры, они такие вот немножко... Алло, здравствуйте, да. Нет, да, здравствуйте. Здравствуйте, мы все еще про хипстеров. Давайте, да, расскажите нам про хипстеров. Смотрите, работаю в коллективе творческом, маркетологи, пиарщики и так далее. Половина хипстера. Да. Такие ребята, молодые, 20, 22, 23, ходят постоянно на модные тусовочки. Да. Там рук от них читают, портал. Одеваются соответствующие прически, все асимметричные. Выбритые виски, там еще что-то выбритые, чубчики. Да. То есть выкупить их из толпы достаточно легко. При этом, как бы, большинство действительно отрицает, что они хипстеры. Подождите, они не агрессивные или агрессивные? Вообще нет. Вообще никакие агрессивные. Они пьют спиртное или нет? Пьют спиртное, да. Да, ну не так жестко, водку там с токонами, а действительно коктейли, пиво. Что-то элегантное. Что-то элегантное. Да, да. За, простите меня, за жопу, в смысле, хватают девочек руками, нет? Пристают. Пристают? Ни разу не видели, чтобы хватали кого-то за жопу. Нет, да? А как у них с женщинами в принципе? Нормально, там, позвать в кино, позвать в пар Горького, погулять, там, ну, то есть мило все. Раз 50 погулять и ни разу не... Да, да, да. И ни разу не... Да, вот примерно так, знаете, что сначала по театрам поводить, а потом расстаться. А потом расстаться? Во, за ручку выходить. Какое разочарование. Спасибо вам огромное, спасибо. Хипстер таков. Он приглашает в кино, он приглашает поесть мороженого. Он приглашает много раз в кино. По театру. Он приглашает много раз в мороженое. Он приглашает много раз в кино. И ни разу не трахнет. В смысле, ну, ни разу не вот... Понимаешь? Это просто горе, горе современных городов, эти хипстеры. Скажи. То есть это все QR-коды виноваты, я думаю. Да я думаю. Они кладят. Нет, хорошо, хорошо. Нормально. О девочке хипстерских поколений. Я хотел сказать, вы достанетесь... Кому? Не хипстерскому поколению. О да. Погнали дальше. Русская служба новостей. В движении. 10 часов 54 минуты в движении. Что, 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 что? Артем на сайт РСН прислал, что Даренко главный хипстер. Ну, так, нет, ну, типа того, не знаю. Много хромника такая. Нет, нет, я помесь хипстера с дальнобойщиком. Знаете, ровно противостоит хипстеру дальнобойщик, который с волосатой рукой сразу хватает за все места и так далее. Значит, вот я в известном смысле, я в известном смысле такой, с одной стороны, мутный хипстер, с другой стороны, дальнобойщик. Все это зависит от дозы. Я имею в виду, я имею в виду до первой бутылки сухого я еще хипстер, а уже после первой бутылки я уже дальнобойщик. Крови нет, среди. Я уже становлюсь, я уже становлюсь довольно грубым, да. Хорошо. Слушайте, по движению вот что. Проблема, ребят, ДТП перед поворотом на Шереметьево в город, в город, в город. Вот, когда едете в город, вы видите, что перед Шереметьевским поворотом, вторым Шереметьевским поворотом, большая пробка, вот, и там ДТП. И еще проблема между М4 и Варшавкой на внутреннем МКАДе. Раз, два, три, три аварии уже замыкают. Вот вокруг шести часов по циферблату проблема. И М4 плохо въезжает в город. И за газопроводом Калушка плохо въезжает в город, Минка плохо въезжает в город, Новая Рига стоит в город, Красногорск стоит в город. И напротив Реутова стоит внешний МКАД. Все остальное более-менее три балла. Город в общем веселый, город в общем едет. 788-107-0, несколько свидетельств. 7-8-8. Хипстеры не знают, что делать с бабой, потому что на девушках нет QR-кода. Да, да, 788-107-0. В движении, в движении. 788-107-0. Алло, здравствуйте, наслушаю вас. Доброе утро, Сергей Андрей, 80-й беспокойтесь. Здравствуйте. Только что, ну, минут пять назад выехал в Ярославке, так вся Ярославка в Москву стоит от матиш начинает. Что вы говорите, опять на Яндексе нет. Сереж, а могу рассказать про хипстеры и образование? Давайте, давайте, это будет венчать нашу программу, давайте. Вы знаете, да, повенчаю программу тем, что занимаю должность все-таки директора по маркетингу и общаюсь с подобными представителями. И как они? Вот в общей сложности, в общей сложности, вот если кто меня поймет, потолковать объювеналия, в конце письма поставить Валя и помнить, хоть не без Грихайзена, и до 20. Ну, навряд ли кто это сделает, навряд ли. Растворяются в среде себе подобных, блеснуть образованием считается, ну, так скажем, это некий высший понт, вот если блеснуть просто. Да, да, да. Понять искусство продаж, такое выражение, абсолютно не понимают. Позитивный довольно-таки настрой, позитивно туповатый, я бы сказал. Позитивно туповатый хипстер. Андрей, спасибо вам огромное, спасибо вам огромное. Елизавета Мазина, Джульетта Мазина провела этот выпуск. Вячеслав Петров расскажет вам о спорте, а я пойду и проживу его. Этот понедельник, 16 июля.